Массовая драка мигрантов произошла в Крыму. Около 50 полуголых мужчин устроили побоище на глазах у изумленной публики в Симферополе. Да, то есть вот местные говорят, что сходники такие приезжих постоянные. То есть постоянно приезжие вот эти там мигранты, они только делят, делят и устраивают там разборки. Вопрос, если так там все контролируют, вот этот Аксенов, Гоблин, ФСБ и вся остальная мразь, то что же там происходит? Это подконтрольно, что ли, происходит? Вот это вот очень смешно. Интересная ситуация произошла, вот пишут в российском ВУЗе в университете. Из университета отчислили студента, он поспорил с преподавателем о сталинских репрессиях. Педагог утверждал, что их нет. Студента выгнали вначале из аудитории, потом из общежития, потом из университета, а теперь забирают на срочную службу в армии. То есть студенты тоже репрессировали. Блядь, ну жуть какая-то. Ну студенты текать оттуда надо, если кто-то знает его, то подскажите ему. И единоросс обвинили вице-спикера Госдумы в фейках про праймерис Туве. То есть вот это Шалбан Караол заявил о давлении на участников СВО на праймерис. И на него накинулись, стали его рвать, что он фейки распространяет. Видите, между ними уже внутри системы такая драка. Это хорошо. Сейчас они, видите, раззадорятся, судя по всему. Министерство иностранных дел в России опубликовало проект нового порядка выдачи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации паспортов гражданина. То есть, иными словами, если вы находитесь за рубежом и у вас загранпаспорт, срок его истек, вы раньше могли отдать его в консульство и вам, ну или там заявить вернее, да, и вам готовят там в течение кого-то срока новый паспорт, вы этот отдаете и получаете новый. То теперь ничего подобного быть не может, да, в отношении людей, которые числются подозреваемыми. То есть, не нужно никаких документов. Он подозреваемый, понимаете? Такой вот статус странный, да. Поскольку эта статус очень короткий промежуток времени, может быть. А здесь вот подозреваемый, да. И все, никакой паспорт, и езжай на родину и там разбирайся. И призывники. Ну, понятно, что Путин хочет получить еще тех мальчишек, которые находятся вне, так сказать, его юрисдикции. Он хочет их вытащить. Таким образом, ну, приехали, паспорт поменяешь, ага, поменяешь. Но парадокс, знаете, в чем? В том, что все эти мальчишки, ну или большинство из них, кто поймет, что они не могут получить загранник, да, люди призывного возраста, они просто пойдут и попросят убежище. И все, скажут, все, вот мы не можем, паспорта у нас нет. И это основание для железобетонное, основание для получения убежищ. Я не хочу ехать, меня там загребут и в армию в эту гребаную и так далее. Налоговая штрафовала олимпийскую чемпионку и майора вооруженных силы Сымбаеву, прикольно, да, на 4,65 тысяч рублей за то, что она не платит налоги. Но она-то живет не в Волгограде, она живет на Западе очень давно. Володин поинтересовал судьбой Анатолия Чубайса, все Чубайс ему не дает покоя. Он сильно Чубайса не любит Володину, потому что-то его унизил однажды. Володин такой злопамятный человек. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. Откуда он их взял и где заработал? В России. Он не заработал, Володин. Он украл. Деньги украл Чубайс, а не заработал. Вот. И заявил Володин, что бизнесмены, оставшиеся в России, гораздо более защищены, чем те, кто говорит о незащищенности. Кто вынужден работать и водителями, и уборщицами, и кухарками. То есть, защищенность и незащищенность показано. Работает бизнесмен, водитель ему или кухарка или нет. Странное очень представление у нее. Но они, видите, все начали говорить о бизнесе. Все начали какие-то, да, вот такие вещи втюхивать, пытаться отодвинуться от той тусовки, да, которую они очень любили и обнимались, из которой они вместе грабили Россию. Теперь они, это вот они грабили, да, какие-то, какие-то. Чубайсы грабили. Ну, так и есть, что Чубайсы грабили. Но Володину тоже грабили. ФСБ сдержал начальника Свердловского паспортного визового сервиса МВД Александра Луканина. Ну, видите, как здорово. Там сейчас хватает, видите, этих паспортных визовых товарищей, представителей миграционной службы, чтобы, опять же, войну проиграли из-за плохих генералов, а не из-за Путина, да. А вот мигранты и прочее, это вот из-за плохих полицаев и миграционной службы. Ну, мумии стали выползать, как ни странно. Вот Владимир Потанин вылез и очень хвалит увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей для бизнеса, да. То есть, вот он нужен прогрессивный налог. Ни о ком прогрессивном налоге не идет речь. Идет речь о том, чтобы просто повысить налог. А для затравки, для ваты, сейчас вот мы повысим там для Потанина. И, видите, он сам Потанин хочет, чтобы мы повысили. Да Потанин, ну, хер чего повысит, тебе бедолаги повысит, ты больше будешь платить. А Потанин нормально, он украдет свое. Пропагандисты на всех голосах нахваливают сейчас повышение налогов. Ну, а что еще делать? Собираются отменить льготные тарифы на аэронавигационное обслуживание полетов на Дальний Восток. Видите, как здорово. То есть, сейчас на Дальний Восток, уже сейчас, при том, что у них там льготы какие-то, легче так. Улетел в Китай, из Китая просто приехал на автобус. И это дешевле получается, в два раза, да? Из Москвы в Китай дешевле. Ну, там же авиакомпания. А у них авиакомпания российская, они дотации какие-то делают, а все равно в два раза дороже. А теперь еще будет дороже. И кто же будет летать? Тогда будут все в Китай летать оттуда уже как-нибудь. 18-летний сын Кадырова Ахмат стал главой чеченского футбольного клуба Ахмат. Теперь они там кричат, Ахмат, сила, будет ясно про кого. Да, но интересная ситуация. Он стал главным по спорту, министром спорта. И вот в футбольном клубе Ахмата он подвинул Магомеда Даутова, который возглавлял парламент и был, так сказать, правой рукой Кадырова. То есть там, похоже, черная кошка пробежала очень серьезно. И раз его даже с такого смешного поста скинули, как глава чеченского футбольного клуба. Это очень интересно. Ну, представляете, вот там 18-летнего вот этого своего сына, он везде... Этот у него университет спецназа курирует. Это и это курирует. Блядь, ужас. Вот что такое путинщина и кадыровщина, да? Вот можем как цитату дня взять. Путинщина и кадыровщина – это всегда пошлость. Вот всегда пошлость в смысле это вульгарность, да? Ну, пошлость имеет разные, так сказать, оттенки. Вот я имею в виду это вульгарность, это низкопробность в духовном, в нравственном отношении. Всегда. Вот все, что бы Путин с кадыровым не делали, они делают пошло. Понимаете, пошло. В России водители и курьеры стали самыми популярными рабочими специалистами в 24-м году. Водители и курьеры – это самые популярные рабочие специалисты. Это обоссачка. То есть, это уровень неофеодализма. В Подмосковье автобус номер 36 лопнул радиатор в салоне, обварило людей. В Башкирии, Салават, значит, лось прибежал в город Салават, бегал, ну, и женщине копытом зарядил по голове. То есть, я даже не буду рассказывать, сколько было аварий с лосями. Их там, наверное, два десятка было. Просто море, да? Сколько было автотранспортных аварий. Но вот лося еще в город не прибегали, чтобы кому-то навалять. Теперь уже прибегают.